Первое августа наступило. Вступил в силу закон о блогерах. Теперь авторы, чьи дневники или сайты посещают более трех тысяч пользователей в день, в случае получения уведомления Роскомнадзора обязаны зарегистрироваться в специальном реестре. Популяризатор этого закона, заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов отметил вступление в законы в силу торжествующим твитом. В ответ он получил мнение интернет-сообщества об этом законе, процитировать который нам не позволит еще один новый закон, закон о СМИ. Формулировки о запрещенной теперь информации настолько размыты, что могут применяться к любым сообщениям. Блогер не может размещать недостоверную информацию, допускать сокрытие общественно значимых сведений, вмешиваться в частную жизнь граждан и так далее. При этом самих блогеров закон коснется в наименьшей степени. Ответственность за неисполнение понесут интернет-площадки, которые называют организатором распространения информации. Именно их будут штрафовать, если закон не будет исполняться. Любой закон, дающий или налагающий какие-то обязанности, должен предоставлять права. Ну как то, например, служба в армии, да, наша почетная обязанность, дает право на защиту граждан, государством от какого-то иностранного вмешательства. Здесь же мы видим ряд обязательств, регистрация, проверка информации и прочее, но прав особо никаких не дает. То, что там якобы можно рекламу размещать, ну и до этого все размещали, блогеры, кто публиковал, регистрировали себя как юридические лица, в общем никаких проблем не было. Собственные оценочные системы ведомство создавать пока не планирует. Вместо этого будет использовать существующие счетчики Mail.ru, Rambler, Live.internet или Яндекс.Метрика. По заверениям представителей ведомства, компании выразили готовность доработать механизм под нужды этого закона. Все кроме Яндекса. Очевидно, что отследить миллионы блогеров с посещаемостью более трех тысяч человек Роскомнадзор не сможет. Только Яндекс.Блоги сейчас показывает 180 миллионов источников. Поэтому речь идет о том, что Роскомнадзор будет работать выборочно, когда получится распоряжение проверить конкретного блогера. Известия сегодня опубликовали список авторов, которым Роскомнадзор направит в ближайшее время запрос о необходимости зарегистрироваться в качестве блогеров. В списке семеро. Писатель Эдуард Лимонов, сатирик Михаил Задорнов, юморист и актер Михаил Голыстян, блогер и фотограф Сергей Доля, блогер Дмитрий Чернышов, исполнительный директор холдинга Ньюс Медиа Ашот Габрильянов и писатель Борис Акунин. Если ко мне обратятся, я разберусь, что будет за текст, чего они хотят. Если я должен был, не буду прийти с посохом и в запыленных басмаках мимо и преклонить свою голову, я этого делать, конечно, не буду. Если это будет просто какая-нибудь птичка в интернете, которую надо поставить, то чтобы избавиться от лишнего дискомфорта, наверное, я поставлю. Если образуется фронт борьбы с этим унизительным начинанием наших законодателей, то я примкну к этому фронту борьбы, безусловно. Внесенным в список необходимо в течение 10 дней опубликовать у себя на странице фамилию, имя, отчество и контактные данные для взаимодействия с органами. Взамен Роскомнадзор предоставит значок «Я блогер» каждому, кто запишется в реестр. То, как будет исполняться закон о блогерах, прямо говорит его популяризатор Максим Ксензов в своих ночных твитах.